Павел Билинский и с вами Бегущий Человек. Эквадорец сменил пол, чтобы получить опеку над детьми. 47-летний Рене Силинас Рамос теперь числится женщина в официальных документах в своем родном Эквадоре. Несмотря на то, что в повседневной жизни он по-прежнему идентифицирует себя как цискендерный мужчина и ничего себе не отрезал, отчаявшийся отец принял такое радикальное решение из-за системы правосудия в его стране, которая в делах об опеке над детьми обычно отдает предпочтение матерям. «Быть отцом в этой стране Эквадоре наказуемо, и я рассматриваюсь только как кормилец», — сказал Рамос. Он утверждает, что две его дочери в настоящее время живут в жестком окружении со своей матерью, и он не видел их более пяти месяцев. Законы говорят, что право имеет только женщина, но на данный момент я женщина, теперь я еще и мать. «Вот кем я себя сейчас считаю», — заявил Рамос. Действия Рамоса возмутили ЛГБТ-активистов по всей стране. По их словам, они боролись за то, чтобы закон о смене пола был изменен для настоящих транссексуалов, а Рамос извратил всю его суть. Между тем, борьба за опекунство между отцом и его бывшей женой продолжается по сей день. Ненадежных клиентов российских банков будут отправлять на фронт. Пишут, что глава Центробанка России Эльвира Наибулина разослала учреждением письмо с требованием вручать повестки клиентов, не оплачивающих счета. Американские врачи подвели итоги года и рассказали, какие предметы нашли в разных отверстиях своих пациентов. В пенисе чаще всего находят ключи от машины, деревянные ложки, гвозди, карандаши и бусины. Во влагалище монетки, точилки, отвертки и мечи для гольфа. Попах, пластиковые рыбки, пластиковые птички, флаконы детского лосьона, карандаши, снаряды Первой мировой войны тоже есть в списке. Китай следит за британскими дипломатами. В одном из автомобилей, которые используют члены правительства Великобритании и высокопоставленные дипломаты, нашли передающие данные о своих координатах устройства. Сотрудники британской контрразведки заявили, что машины тщательно проверяли и разобрали по винтику из-за растущих опасений Великобритании по вопросу шпионажа. В итоге обнаружили устройство, которое передает свое местоположение. Об этом сообщает газета со ссылкой на источники в спецслужбах страны. Рухнушая печь убила пенсионерку в Омске. 90-летняя женщина под обломками отравилась угарным газом. Предварительно причиной обрушения печи в частном доме по улице 18-й линии стал перекал источника тепла. СМИ сообщают, что женщина завалила обломками и она не смогла выбраться, умерев на месте. Следователи проводят проверку по факту гибели, но замерзают все равно европейцы. Отопят у нас дома печью. Очень скрепно, господа. Президент Украины Зеленский подписал указ о введении новых санкций против 119 российских и украинских культурных деятелей. Под санкции попала телеведущая Жанна Бадоева, футболист Анатолий Тимошук, рэпер Баста, артисты Ирина Аллегрова, Билан, Галустян, Долина, Киркоров, Лазарев, Петросян, Киселев и многие другие. Состояние кошки Тейлор Свифт оценивается в 97 миллионов долларов. Кошка-певица зарабатывает такие же внушительные суммы, как и ее хозяйка. Стало известно, что состояние питомца-певица оценивается в 97 миллионов долларов. Эту сумму Оливия Бенсон заработала участием в клипах Тейлор, собственной сувенирной продукции в съемках, в рекламе и популярных продуктов. Так кошка зарабатывает больше, чем все мы вместе взятые. Сотни покупателей Тесла в Китае, недавно купивших электромобили, устроили акции протеста в салонах компании. Они недовольны огромными скидками, которые 6 января объявил производитель. Разница доходит до 24% в сравнении с ценами в сентябре. Люди чувствуют себя обманутыми и требуют вернуть часть денег. Тесла заявила, что ничего компенсировать не собирается и вообще все это абсолютно нормально. Так сказать, капитализм-момент. Лукашенко заявил, что пришло время властям и обществу сделать шаг навстречу людям, которые уехали из Беларуси. Но этот же с доброй волей будет сделан не в угоду Западу и будет по-настоящему, по-православному, если мы этот шаг навстречу сделаем. Я уверен, что среди сбежавших люди, которые поняли, что ошиблись, они не должны быть выброшены на обочину. Православная церковь Украины впервые провел в Успенском соборе, Киево-Печерской лавры, Рождественскую литергию, митрополиту УПЦ Московского патриархата Павла Паша Мерседес, не пустили на лавру. Он обиженно стоял на улице. Число сторонников движения «Аристанское уголовное единство», запрещенное в России, резко увеличилось в прошлом году по сравнению с 2021 годом. Правоохранительные органы отметили, что в 2022 году на постоянной основе проводились мероприятия, направленные на выявление и пресечение деятельности международного экстремистского движения АУЕ. Однако, если в 2021 году количество таких дел немного превысило 30, то в прошлом году достигло почти 100. Автомобиль насмерть сбил бывшего председателя правительства Дагестана Магомеда Абдулаева Махачкале. ТТП произошло на улице Магомеда Гаджиева. 55-летний водитель НЕВЫ сбил пешехода, проходящего дорогу в неположенном месте. 61-летнего Магомеда Абдулаева госпитализировали, но травмы оказались слишком тяжелыми и спасти его не удалось. Решается проблема о возбуждении уголовного дела. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо, до скорого ролика. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...